здравствуйте друзья это видео посвящено общению на сайте знакомств с нашими женщинами это общение ни с чем не перепутаешь и вот прошлое мое видео было посвящено общению с мошенницами с сайта знакомств которые представляются иностранками может быть таковыми и являются или иностранцами неизвестно кто там сидит за монитором может быть вообще робот общается искусственный интеллект в некоторых случаях этого тоже нельзя исключить то от общения с реальными женщинами нашими соотечественницами какие впечатления лично у меня опять-таки сразу скажу это мое личное мнение оценочные суждения я свои личные высказываю субъективные и на истину не претендую но высказывать их могу потому что это мое неотъемлемое право и никакие претензии не принимаются еще раз повторю итак давайте с вами сравним ну вот есть определенный контраст общение с этими мошенницами до вружками лгушками разводилками которые пытаются из тебя в итоге что-то получить и общение с реальными нашими женщинами это две как говорят в одессе большие разницы первые пытаются общаться тепло даже если ты минимум отвечаешь как-то сухо они сами очень вкладываются в общение доброе утро добрый вечер как спалось как ты покакал смайлики поцелуйчики и так далее и так далее все это они присылают в огромных количествах понятно очень заинтересованы в общении хотят определенного финансового в итоге результата от тебя ну а наши бескорыстные женщины общаются совершенно иначе и это тоже сразу чувствуется я бы так сказал что как правило общение с нашими дамами на сайте ну оставляет неприятные осады как правило и сразу не залаживается если так можно сказать да я сегодня вам расскажу какие есть проявления в этом общении там тоже есть несколько типажей очень явный контраст вот между мошенниками и настоящими женщинами и поэтому вот некоторые парни даже и пишут мне в комментариях что я уже несколько лет общаюсь с какими-то иностранками бесплодно то есть встреч не бывает просто общаюсь практикую язык просто это приятное общение хотя бы с нашими дамами как правило приятного общения но есть конечно исключение о них я тоже скажу как правило не получается для начала расскажу что я делал я зарегистрировался на сайте знакомств я уже называл его love planet и купил премиум доступ там еще какой-то vip есть статус его я не покупал премиум доступ сначала на два дня потом еще на пять дней всего я 10 дней пробыл на сайте вот несколько дней без доступа и неделю получается с этим премиум доступом мог писать всем мог видеть лайки которые мне поставили за это время сразу забегу вперед статистику скажу я поставил примерно две тысячи триста лайков что я делал я просто вот так сидел и лайкал всех подряд мне нужно было понять кто будет лайкать в ответ кто со мной инициирует переписку как будут люди реагировать я хотел понять эту систему в ответ я получил примерно полторы тысячи просмотров своей анкеты но не обязательно наверное это те были кого я лайкал но в том числе они потом смотрели кто их лайкнул и так далее и на всю эту араву 1500 просмотров своей анкеты я получил примерно 100 приблизительно 100 лайков ответных лайков кто мне ставил лайк я практически обязательно ставил лайк в ответ и инициировал общение практически всегда для того чтобы опять таки ну и пообщаться и посмотреть как это работает и кто знает может быть найти свою любовь шутка и вот такая у меня статистика скажу сразу из всей этой аравы людей а я писал потом еще и тем кто мне не поставил лайк просто было интересно случайным там случайной выборке каких-то женщин просто писал холодные сообщения без взаимного лайка тоже было определенное общение вот из всей этой аравы женщин мало-мальски человеческое общение то есть что я подразумеваю под ним это взаимные вопросы какой-то интерес какие-то смайлики но ты чувствуешь что это живое общение и и ты интересен человеку и он тебе интересен до этих людей я в том числе вывел в мессенджеры мы там с ними общались водкой с кем до сих пор общаемся с одной из этих дам всего две дамы оказались ну на мой взгляд собеседницами с которыми стоит продолжить общение все остальное это извините давайте с вами обсудим что бывает в этом общении но классическая ситуация 1 не отвечают даже если есть взаимный лайк ты ставишь лайк пишешь сообщение мое общение всегда вежливая я никогда не не пишу там с первых фраз не делаю никаких сексуальных открытых намеков не присылаю тем более никаких фотографий да привет комплимент какой-то вопрос невинный многие просто не отвечают не знаю может быть сначала понравился по лайку потом не понравился может быть это фейковые анкеты на которые некоторые жалуются не знаю очень много таких анкет которые просто тебе не отвечает даже несмотря на взаимный лайк вторая категория отвечает но диалог либо очень быстро затухает либо прекращается после предложения перейти в мессенджер я кстати с этим предложением не затягивал и буквально после нескольких фраз говорил что здесь площадка неподходящие давай попробуем перейти в какой-нибудь мессенджер мне все равно телеграм это будет или ватсап некоторые соглашались но я так скажу наверное процентов 20 женщин соглашалась процентов 80 на 20-30 может процентов 80 не нужно иметь ввиду что из тех кто соглашались очень многие ну вот у меня их было десятка полтора вот этих самых мошенниц которые в результате тебя потом на что-то пытаются раскрутить то есть общение могло возникнуть пару фраз сначала могли быть распространенные достаточно такие предложения так скажем до многословный потом общение могло затихать или сразу там была какая-то либо улыбочка либо какое-то одно слово там спасибо без вообще без знаков припинания в ответ на комплимент и затухало общение я понимаю почему так происходит если верить открытым источником то статистика на сайтах знакомств для мужчин не самое приятное на одну женщину может приходиться вот я вчера слышал верить этому или нет от 10 мужчин на одну женщину до 150 может доходить на отдельных сайтах знакомств соответственно если самый заурядный даже по фотографиям мадам пишут десятки мужчин ставит лайки то общение конкретно с тобой если ты не какой-то там принц реальный до для нее не очень интересны то что в принципе она тебе ответила это уже успех кстати хочу сказать у меня на сайте на этом сайте там есть такая шкала твоей популярности с началось все с того что было написано вы не популярны вы мало популярны потом вы популярны вы очень популярны и в конце вот я сегодня утром удалил анкету у меня была надпись все в восторге от тебя такая шкала просто красным цветом уже и такое пламя типа ты просто звезда но я не понял в чем эта популярность потому что никаких лайков и никаких сообщений от женщин просто так я практически вот на сегодняшний день не получал у меня правда кончился премиум доступ и тут же появились лайки тут же появились лайки закрытая их не могу посмотреть смогу только когда еще раз оплачу новый премиум доступ да то есть хитро система работала вчера вчера лайков так много не было например да а сегодня там зовут я включил за несколько минут пребывания на сайте сразу несколько лайков еще дополнительно появилась к тому что там за ночь уже появилась да можно ли верить этой системе я полагаю что нет вот еще одна категория те которые отвечают односложно но я в принципе уже это назвал без знаков припинания без смайликов то есть это тоже я так понимаю более-менее реальные люди женщины но у них такой ворох там каких-то сообщений лайков и каких-то значит инициации общения от других претендентов мужчин что ей просто она даже не успевает ставить знаки при припинании просто лайки как-то от комментировала быстренько да спасибо а ты и все и и как правило тоже общение на этом кончается еще одна категория это я назвал ее хамство и психические отклонения были очень интересные случаи конечно с непривычки это было не очень просто даже перенести потому что было просто неприятно но вот у одного предпринимателя британского ричарда брэнсона есть такая книга довольно популярная в бизнесе по моему называется лузинма и вы джините что ли то есть теряя мою девственность или теряя мою невинность вот пребывание 10 дней на сайте знакомств с точки зрения онлайн общение с женщинами это как раз потеря невинности вы начнете многое понимать но рекомендации я дам в конце дослушайте пожалуйста до конца так вот хамство и психические отклонения одной мадам на фотографии ну я бы сказал что не то что она некрасивая ну в общем я даже не хочу это говорить взаимный лайк она по моему не поставила я как раз написал сообщение без взаимного лайка вот эту тему прокачивал привет какой-то легкий комплимент и вопрос какого мужчину ты бы хотела здесь найти я спросил получаю ответ здрасте а может и не здрасте не помню но уж точно не такого как ты и в черный список меня вот то есть я думаю господи что же я такого написал то чтобы так реагировать да и почему в черный список то но наверное просто не хотела от меня получать никаких сообщений то есть ответного хамства не хотела слышать сама нахамила и слилась да то есть понятно зачем в таком состоянии на таком этапе цикла я не знаю жизненного находиться и сидеть на сайте знакомств мне тоже непонятно но видите люди все разные еще одна дама второй пример из категории хамства и психические отклонения это мы с дамой с какой-то более-менее там что-то общались первые несколько взаимных фраз и я к своему греху наверно попытался пошутить что-то написать забавно она мне пожаловалась я у нее спросил как мужчины на сайте она написала что сплошные неадекваты извращенцы ну я там что-то пошутил на этот счет и вдруг она мне пишет она пропала на следующий день фраза ваш сарказм неуместен и какие-то еще там слова такие вдруг неожиданно да то есть уже с каким-то наездом с обвинением я сначала это проглотил думаю ну ладно а потом дай-ка напишу что-нибудь в ответ и написал очень просто но раз тебе не нравится на этом сайте удались я и написал проходит несколько минут а вот здесь вот недолго пришлось ждать там целый бум-бум-бум-бум-бум от нее сообщение в том числе иди нахер да ты там свой член иди показывай другим хотя вообще там членом моим даже не поизвините за выражение там об этом речи не шло ну то есть вот вот такая агрессия она прорывается почему-то иногда в целом женщины общаются если подводить итог в целом женщины общаются с высоко надменно пренебрежительно очень часто невнимательно и без интереса к тебе и поэтому такое общение конечно тебе тоже не интересно если ты хотя бы мало-мальский человек чувствительный к реакциям других людей то конечно тяжело это выносить и просто неприятно поэтому осадок от общения неприятный были и странные случаи когда я общался женщинами вот вчера меня позабавил случай на вопрос дамы а ты что здесь ищешь встречный вопрос я написал что я бы хотел найти подругу встречаться общаться вместе проводить время и она мне пишет эта фигня меня это не интересует меня интересует секс в отеле в черный список тебя я не успел ей что-то еще возразить написать что ну хорошо и согласен она меня заносит в черный список и просто поржал конечно посмеялся вот до сих пор не понимаю что нет кущей что это кто-то прикалывается просто либо может быть жрица любви какая-то именно ищет клиентов ну кстати с жилицами любви я тоже вероятно познакомился они у меня вышли в telegram я там с ними пообщался и они не писали что конкретно давай за деньги но какие-то вот намеки такие какие-то фразы фотографии и ролики которые они с они присылали там одна девушка например танцуют как практически стриптиз правда в одежде вертят там своим телом говорит вот я тут мерила платье и сняла себя ну я сомневаюсь что нормальная обычная девушка будет это снимать скорее всего это вот именно вывод на общение с точки зрения там давай в общем если хочешь встретимся и там проскакивают в разговоре с такими откровенные темы там я там отдамся за там что то 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 там и прочее прочее а сексе спокойно общаются думаю что это вот как раз как раз жрица любви тоже развлекаются но вот у меня сейчас есть диалоги в телефоне такие но они правда немножко затухли со вчерашнего дня я не продолжаю общение но как бы сомневаюсь что это реальные женщины впрочем еще посмотрим да как правило интуиция меня не обманывает вот я вам сказал что пробовал писать еще и тем с кем нет лайков да просто писать и оказалось что конверсия довольно неплохая то есть я пишу дамам с которыми у меня нет взаимного лайка и на нормальные вежливые фразы многие из них кстати нормально и вежливо отвечают какой можно сделать вывод или предположение может быть те кто тебе проставили лайки часть анкет может быть фейковые потому что количество встречных фраз ну то есть начало разговора о тех кто абсолютно на холодную да с тобой начинает общаться как я сказал вас нет взаимных лайков ты пишешь им потому что у тебя премиум доступ есть ты можешь кому хочешь писать они отвечают не менее охотно и достаточно радушно чем те кто тебе поставил лайки получается что особой выгоды в наличии лайков нет главное иметь этот самый премиум доступ но с такими данными в основном я сначала общался про мужчин мне просто было интересно как они оценивают мужчин на сайте я так и спрашивал как тебе мужчины как общение и все писали в основном писали что это ужасно и вот эти два слова неадекваты извращенцы прям постоянно из их уст я слышал что все мужчины здесь неадекваты извращенцы скоро буду удалять анкету мне писали женщина из чего я в принципе сделал вывод что наверное им на сайте знакомств тоже не сладкой не все так здорово для женщин на этих сайтах потому что наверняка что-то стоящее они тоже найти не хотят в чем неадекватности извращения поинтересовался у своих новых знакомых тоже с сайта вот я сейчас одной дамой продолжаю общаться адекватный как раз наверное она единственная осталась из всех моих контактов кого я оцениваю как адекватную возможно продолжу общение мы еще живем недалеко как выяснилось внешне честно скажу она мне не очень интересно но как человек приятное в общении и наши сферы деятельности примерно похоже поэтому мы общаемся вот и там живое общение то есть игру тебе задаются вопросы тобой интересуется она может первое написать что ты не просто как спалось солнышко вот эту бред да нормальное общение человеческое ты понимаешь что это адекватная я у нее спросил в чем неадекватность вот ты сталкивалась она мне говорит ну либо сразу с первых слов предлагают секс либо присылает вот эти фотографии свои да там голых своих частей тела дикпики и прочее прочее вот в этом состоит неадекватность общения вчера нащупал такой момент что мне кажется таки есть дамы которые тоже ищут секс практически сразу есть такие дамы но их немного и в принципе кто это ищет может наверняка найти говоря мужчинах на сайте знакомств вот под фотографиями женщин с разных страничек обнаружил сообщение там можно писать сообщение под фотографии женщины и вот там один мужчина практически я сколько не заходил очень чуть ли не под всеми фотографиями которые я видел ночью многими наверное комментарии одного и того же мужчины с такого содержания пусть господь господь благословит тебя пусть он освещает вам путь ну и так далее такой целый абзац вот такой вот он под фотографиями может это его ноу-хау то есть он хочет так познакомиться произвести на нее впечатление своей добротой набожностью и вот этими добрыми пожеланиями но я предполагаю что сайт знакомств это слепок общества там как шизухи женщины присутствуют так и шизики мужчины безусловно вот поэтому еще расскажу что мне кажется что женщинам на сайте знакомств тоже бывает нелегко но общаются они не знаю вот мне например не понравилось общение на сайте но это не значит что я женщинами начала по-хамски общаться как-то там сразу пренебрежительные и прочее вот а женщины себе это позволяют женщины к сожалению вот так и общаются да я думаю что категории людей которые из года в год сидят на этих сайтах иногда удаляясь возобновляя анкеты это определенная категория людей и общение с ними ну это очень сложная вещь хотя даже у меня есть уже несколько человек знакомых которые нашли жену или мужа на сайте знакомств вот кстати мне моя новая знакомая поведала что нашла мужа но правда это было много лет назад 16 лет назад и они были в браке все эти годы вот она нашла на сайте знакомства я написал что тогда и сайты были немножко другие не настолько заряженные на раскрутку тебя на деньги вот в целом вот такое впечатление от общения с дамами вывод я могу сделать следующий возвращаясь книге ричарда брэнсона теряя невинность если хотите прокачаться вот свою психику прокачать по негативу как вот продажники делают до их там посылают они все равно ну купи ну купи у меня все равно да вот хотите прокачаться по негативу регистрируйтесь на сайте общайтесь вы очень многое поймете про менталитет современных женщин во всяком случае тех кто сидят на сайте знакомстве ищут свою то ли любовь то ли что непонятно очень многое поймете и станете в каком-то смысле крепче но психику нужно иметь готовую к этому если вы очень впечатлительный наивный романтичный может плохо на вас сказаться будьте очень осторожны еще не вести ни одному сообщению ни одному предложению о встрече никому очень много мошенников к сожалению очень много фейков и достаточно много опасности на этих сайтах впрочем кто-то в них все равно находит что-то позитивное поставьте пожалуйста этому видео лайк и мы с вами еще увидимся в еще одном видео посвященным сайтом знакомств для будем говорить о сути этих сайтов как они работают что они хотят и можем ли мы там действительно найти то что мы ищем то есть теплые отношения любовь ну и все остальное увидимся